Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах кровотечения и первой помощи. Кровь у кошки наиболее часто появляется при повреждениях кожи. Различные травмы, раны от укусов, особенно у кошек на свободном выгуле, приводят к развитию наружного кровотечения. Более опасным является внутреннее кровотечение. Каковы же основные причины? Причинами кровяных выделений из глаз могут быть травмы век и глазного яблока, а также опухоли и конъюнктивиты. Ушибы глазного яблока могут приводить к повреждению сосудов внутри глаза и появлению крови в передней камере или стекловидном теле. Кровь изо рта у кота может сильно напугать владельцев, но на это может быть несколько причин. Во-первых, смена молочных зубов, которая начинается у котят в возрасте 3 месяцев, может сопровождаться незначительным кровотечением и обычно проходит незаметно для владельцев. Во-вторых, у молодых активных котов и кошек кровотечение из ротовой полости может быть связано с травмами слизистой десен, языка или негой народными предметами. Часто домашние кошки играют с нитками, синтетическими веревками, ленточками от шариков, которые могут наматываться на язык и при резких движениях животного травмировать слизистую и вызывать обильное кровотечение. Опухоли внутренних органов, например печени, селезенки или легких, могут приводить к внутреннему кровотечению в брюшную и грудную полости. Опухоли желудка, кишечника, мочевого пузыря приводят к сечению крови в полости органов, так как опухоли активно кровоснабжаются и разрушаются в процессе своего роста с повреждением сосудов. При внешнем кровотечении первая помощь это найти место, где выделяется кровь, промыть антисептическим раствором, прижать на несколько минут салфеткой или ватным диском, где возможно наложить давящую повязку для остановки кровотечения. При появлении же признаков внутреннего кровотечения, особенно в сочетании с травмой, болевым синдромом, плохим общим состоянием, кошке рекомендуется выпить сладкую воду, дать обезболивающее и немедленно отвезти в ветеринарную клинику, при этом стараясь сильно не двигать животное. В любом случае при первых признаках кровотечения животное лучше показать ветеринарному врачу, который сможет определить причину кровотечения и оказать первую помощь, которая сохранит жизнь и здоровье вашему питомцу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.